доброе утро люди добрые не знаю для меня слышно перед вами красавчик терек довольно таки бурный слышно как река шумит даже не получится туда перепрыгнуть при желании вот можно было под к тому бурному потоку попытаться пройти но у нас этот вариант не получится ветрено здесь дарьяльском ущелье ветрено там у нас граница сейчас поедем проходить наш терминал колейки нет пусто все отлично сходил забрал документы все оформили еще в час ночи звонили я куда никуда я к вам не пойду я спать сейчас время 5 утра а да как же я вам скучал горы год берези какая нас красота ждет перевал крестовой грузинские горы армянские не полезно что-то как-то с утра свяжу все пойдем через пломбу завтракать туда-сюда возможно поедем не одни тут товарища встретил ни одного посмотрим если он проснется вообще обещал хорошо шумит серега обычно он атакует вот тут такой ручей вот и истерика здесь видите как бурную снег горах тает сказали на перевале еще снег но это уже пускают не через туннели короче поедем сами посмотрим чё гадать в горах наверху еще снег люди кто спит кто уже выезжает я думаю вам видно но сегодня еще не так сильно вчера заезжал вечером это было вообще жесть я имею ввиду весна мурзы как будет на транзитных номерах в армению скорее всего турция украина армения россия кого только нет но турков очень много эти кто-то уехал ночью кто-то не уехал вон наш хвостик так-то здесь удобно плане того чтобы отдаешь документы и все идешь спать сейчас он пришел забрал из еще командика бетономешал очку гонит ну насчет мусора туда не без этого сосед мой решил поехать пойду перчатки возьму опломбируемся помоем окна сразу не забыть а она он видно как земля объехала до лица кг пообъезжал горы горы а и а и 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Кофеин, чаек, кино, вино, домино, все как всегда Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не закрыл ящик инструментальный Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы с ним как-то в этом встречались Субтитры создавал DimaTorzok 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 Всё. Продолжение следует... Еще 500 рублей тут стоит. Удовольствие постоять. Сейчас пока он будет оплачивать, скажу. Сбеглый номер протру. Как раз салфетка есть. О, так будет лучше. Правда грязноватый. Что? Терек бушует. Смотрите, какой поток горный. Да. Летом он здесь такой. Ручеек течет какой-то и все. Сейчас вот какой бурный. Вот дает как. Попробуй здесь переберись через него. Смоет нафиг. Смотрите, что творится. Я такой Терек еще ни разу не видел. Так, выключаем регистратор. Думаю, все должно здесь быть без задержек. Ну, во всяком случае, так на это рассчитываем. Все, вот она граница впереди. Камеру сейчас соответственно тоже выключим. Чтобы нам не было лишних вопросов. При прохождении. Кто здесь ночует, кто здесь, что там-то все туда заезжать, да. Время полвосьмого. Ну, если по-грузински брать, то полдзевятого. Ну, вот посмотрим. Будем считать по-грузински. Значит, полдзевятого. Это отстойник, который с этой стороны. Здесь оформляешься. На въезд вообще никого. Хорошо. Дай бог. Двадцать минут. И мы в нейтралке. Здесь, как всегда, беремся левее, чтобы не зацепить. Смотрите, как телик тут. Вот это мне нравится. Вот на всех бы границах так сделали, да. Приехал, отдал документы, пошел отдыхать. Отдохнул. За тебя работу сделали. И ты после этого, как парень, проснулся утром, документы забрал. Отдохнувший, выспавшийся, сел и поехал. Парни на въезд стоят. По идее, у грузин тоже не должно быть никаких заморочек. По идее. Бывало там у них, они даже на рентген загоняли. Как-то у меня разок, не знаю. В этот раз посмотрим. Какой тут ветер в этой трубе. Вот это, наверное, самое узкое место здесь. Ну, самое узкое там, где сама граница. Там, считайте, терек. И буквально чуть-чуть земли свободную. Какие валуны валяются. Волни. О! А, все? Грузин будет так быстро. Фиг вам называется. Называется фиг вам. Все. Приплыли. Грузинам колейка. И смотрю, колейка не детская. Вот вам и хорошо работают грузины. Нифига не хорошо. Полчас 20 минут. Раньше на россиян батоны крошили. Сейчас получается рассеяние. Вон 20 минут со свободен. Пойдем сейчас опять на церек посмотрим. Да, это опа. Причем большая. Это этот туннель. Потом еще один туннель. В общем, грузины держат. Фига под таким камушком стоять. Да. Ничего валунчик не брал. Сейчас. Пойдем с Михаилом побеседуем. Ну что, мы не успели начать работать и закончили? Да. 15 минут россияне. Сейчас часа три. Хорошо, если на грузинов отдадим. Так. Пойдем работать. Да. Цота-то какая. Лепота. Белокаменные. Такая хреновина свалится сверху, да? А и теоретически. Может когда-нибудь отколосится? Запросто. Она же подмывается в любом случае. Если она где-то даст? Конечно. Ну конечно, есть. Вон видишь, постепенно вон валяются. То один слетит, то с другой, то другой. Там бывает едешь по этому, по крестовому. И все. Ну не по самому крестовому. Вот здесь вот сейчас, когда пойдем вдоль скалы. Слева обрыв будет. Там вдоль скалы пойдем. То там камушек, то там, то там валяется. Как уехал, там машинка стояла одна. Ну не знаю, может, но кабинка так явно. Как бы сверху что-нибудь так 45 градусов. Запросто. Как Терек шумит, да? Бурный. Снег тает. Воды много. Маленький, сердитый. Ну так. Не, где же он маленький. Летом здесь он на такой ручеек похож. А сейчас вон какая бурная река. Короче, стоим, ждем. Чуть забрались мы сюда. Казалось бы, совсем же не высоко. Не, сюда спускаться не будем. Нет, не будем. А тут высота, наверное, уже девятиэтажного дома. Даже не пятиэтажного. Посмотри. Все, дальше все. Дальше дороги нет. Здесь какие-то труба какая-то еще тут. Непонятки какие-то. Ладно. Пошли ретироваться вниз, пока нас тут ласты не заломали. Красота. Прямо напротив. Стоим. Чуть сердце не остановилось, пока сюда залез. А снизу смотришь, кажется, что тут... Я представляю, туда забраться. На самый верх. Или вот туда. Да не знаю. Так, какое здоровье надо иметь. Выйдет что? Заварю тут, вот, по этой подорожке. Чуть зашли. Ну, видишь, они вот падают периодически. Вот скатываются. Смотри, какой валунчик прилетел сюда. Он не детский. И вон там, вон, видно, вон, как он. Они прямо катились. Позастывали. Они же в любой момент могут опять повокатиться. Естественно. О, пошли, пробежка. Сейчас. Сейчас 11 начнут разорваться. Надо ехать. А мы не едем. Здесь долго смотреть не буду, здесь объедут. Пацаны тут такие. вот она выглядит снизу казалось бы чё тут той горы да посмотреть на нее вообще ни о чем а подымаешься такая высота видите все правильно 15 регион местный куда он тут хочет проехать я не знаю у нас продвижка вот час уже отстояли здесь вторая продвижка за час ничего тут как в туннеле можно стоять нельзя стоять же он суда в туннеле да стоят поехали мы в туннель ну вот почти два часа до первого туннеля во втором туннеле я знаю что там машины не стоят ну в прошлый раз так было что там грузины второй туннель не пускали перед туннелем машинка стояла и они там уже сразу черт из туннеля выходила там когда со второго выходишь там сразу и граница получается ну туннель то мы прошли сейчас мост на мосту стоять нельзя это я точно знаю мы на мосту и не будем стоять мы будем стоять перед мостом в туннеле в тенечке вот так вот вы видите вот нам туда дальше вот там второй вход в туннель вернее вход во второй туннель и уже когда с него выходишь там уже грузинский терминал пойдемте на терек посмотрим с высоты полета над бушующим тереком я такого его не видел говорю никогда да какой он становится быстро могучий как эти горные реки моментально могучими становятся я когда-то по нему бродил здесь вот в ларсе когда стоял запросто его переходил в сланцах а сейчас он смотрите какая силища пока сидел вспомнил запасы адовой жидкости надо по полностью все равно скоро заливать лампочка загорится а тут уже смотрю засыпать начинают коллеги уже четыре часа потратили почти дотолкались до туннеля до 2 что-то грузины всю службу завалили как-то на них не похоже было желание сегодня на выгрузке доехать в армению зайти там садохло может такая же фигня быть все эти машины что здесь толкаются у не все но 50 процентов так однозначно туда поедут турки на турцию кто-то на грузию процентов 50 стоявших здесь идут на нарыть на армению вот и грузия грузинский терминал четыре часа вот и грузия грузинский терминал четыре часа не все так страшно еще как казалось бы четыре часа не восемь часов тут-то осталось вон чуть-чуть направо и все и так-то я отсюда смотрю аж три канала зелененьким горят посмотрим заезд какой тут и рецей и жила жить не надо масса сейчас вроде уже говорят тут ничего не нужно не проходить с ней врача уже ничего то как прошлый раз я ехал прошлых весной да здесь врача проходишь там на объездной грузинской опять там санитарный пункт температура туда-сюда здесь получается вот правая сторона она будет распределяться на 2 канала левая пойдет только на один канал а правая будет разделяться на 20 что стоим в правом я так думаю вот у нас щас настал наконец-то а я это не принимаю пока ты что не оформился давай даете предъятия тут либо в этом поставили вода в дом встретимся еще сейчас все равно переси тормозится тут зла решать да я тебя в этом подожду здесь который цель будем страховку ты собирался дороге купить в общем все ну если сейчас считать сейчас пол первого по москве если тронулись мы в пол восьмого 5 часов занял в общей сложности сейчас здесь накопитель сделали что что стоянка на господь что не понял а что это здесь такое а это сейчас тут отстойник или что или тут просто стоянка или что что мне непонятки какие-то здесь не было но они делали тут а что теперь сюда нужно теперь уже заезжать странно а эти тогда куда стоят на дороге короче ладно на обратнем пути будем узнавать что здесь такое ну что я не пойму давайте мы сейчас он у коллеги спросим обмянская машина вот перези стоит брата что сейчас здесь тогда за отстойник а это просто стоянка а если там нету то сюда да вот туда заезжать первый раз обязательно когда туда подъезжаешь они говорят да я понял спасибо все теперь все понятно еще дополнительный стоянку открыли это чтобы меньше машин на дороге стоял все теперь все понятно мы будем назад ехать разберемся братцы волком грузию берем по местному пол 2 29 градусов у нас впереди с вами крестовый перевал я сейчас до отстойника доеду ну вот с михаилом с этим если я пойду деньги поменяют там туда-сюда если он задержится конечно ждать я его не буду дорогу узнает он уже здесь ездил мне еще в тбилиси на объездной там дела решать возле гейзи своей ждать я его не буду в любом случае где-то в садах лобу встретимся ну а пока погнали ах сейчас мы будем смотреть на местные красоты пацаны страховки делают у нас страховка есть онлайн телефону на телефон прислали мы застрахованы поэтому нам это не надо что нам надо нам надо поменять золотой запас нам нужно заплатить будет за дороги транзит 200 лари если там покупать на той границе в садах лоб значит 205 по-моему и там за терминал было 30 час может что-то помешал менялась ну и наличное нужно я не знаю мы же в грузии надо же наверно заехать шашлычка покушать хинкали хачапури но это может на обратный путь сейчас я почему-то хочу шашлычка если работает все заедем скушаем для этого нужны наличные поэтому вот степансминди там за степансминный заедем перед степансминдой короче там заедем денежку поменяем симка у меня год не было я не знаю даже не включал на объездной пилиси мне там другую симку обещали привезти смотри какая прелесть эх вот съездишь сюда разок-другой и честное слово начинаешь скучать чтобы жить в горах надо родиться я согласен но скучать по горам это факт камушки то сваливаются сверху помаленечку пошел участок вдоль скалы и справа скала слева обрыв он местами этот участок даже стрёмнее чем этот чем когда уже на сам перевал залазишь честное слово эти нависающие скалы он красота там снизу а маун здесь как там красиво слегка высоко расход погнал как бешеный вверх до гудаури будем только в гору лезть в гору в гору и еще раз в гору мне вот там нравится он как ледник стекал ну не ледник то есть вода вот течет потом замерзает потом опять течет потом снова замерзает здесь уже этот по выступ усилили на такой стремный был что-то вон там понапихали на него тут наверно вообще объехала все здесь этот плита укатилась за улетела вниз вот это тот поворот уже как-то укреплены я так понимаю сюда не возьмешься к скале будешь тентом скалу полировать ну то он вместо новинства как будто как стекал потом подмерз а у еще один какая прелесть хотя нет это наверно камни такие нет вот вода бежит там вот ручьи бегут вот эти все ручьи вот по таким вот склоном сбегают и все потом в те реки кучкуются и погнали потом такой поток бурный вот этаж уже слева это уже не терек телек у нас вот туда утек вправо мне так кажется а вот что я хотел давайте-ка мы вот здесь тормознемся пойдем посмотрим я уже тут как-то дата когда-то останавливался на пять минут можно нет это же по моему не терек это уже какая-то другая река а может еще и он потому что там потом уже будет буду другую переезжать что я запутался тут в этих реках пожертвования на на храм честное слово завораживающе пугающе страшная красота самое главное чтобы голова не закружилась на этой скале пойдемте еще к тому крестику прогуляемся коровенки гуляют коровенки лошадки здесь им до фонаря по горам скачут что сайхаки я не знаю сколько тут вниз ну метров сто сюда так наверно наверно все метров двести будет высота видите тут даже свечки палят не нужно точно не пойду ешкин кот да высоко ауд лошадки внизу ходят видите водичку пью аж голова начинает подкруживаться малость посмотрите на эту красоту горы в снегу вон там мы стоим потрясающий сюжет тоже веселенький участочек о смотри там внизу овечек ой 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 какая тара огромная вот видите там прямо вот мы вот вот едем вот со скалы на скалу что-то перекинуто и вот поэтому чего-то мы едем тут падать невысоко если что хоть хоть фу вот здесь упал день был справа поворачивала плиты камушки падают падают периодически вот там тут там тут побольше то поменьше обалдеть не сейчас не от это не отделяет от вечности вот тут даже асфальт провалился красота ведь какой красавчик пропустил спасибо брат вот отсюда эта площадка видна вон она вот там мы останавливались в конце ну что залезли походу сейчас будем уже спустимся это степан с миндой стефан степан стефан святой стефан ну вот когда ну вот когда на не ну да чё ж красиво то а Сужение Полезем в горы, как говорил герой Известного кинофильма Обалдеть, метр и все Смотрите, какой-то вообще стремный участок, да? Совсем стремный Вот этот вот именно Вон, полыжники какие, видите, валяются Это что? Turkish Airlines Что-то стоит, моргает Что-то сдарилось я с ним Мы вниз Уже не так высоко Сумма сеттик Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Стремный закончился участок иди чуть-чуть более-менее равнинный ну не то что равнинный но и потом мещер крышевой друзья козбек виден я думаю вам видно вон он красавчик еще видно так хорошо яйца вот эта белая вершина это и есть козбек а это стефан с минда а а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok